Начну с важнейшего политического события, от которого зависит вектор развития нашей страны в ближайшие годы. Сегодня в полдень Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Кремле собралась вся политическая элита страны, в том числе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Владимир Явланов. Как и следовало ожидать, президент акцентировал внимание на внешней политике, экономике и борьбе с терроризмом. Это связано с последними событиями, произошедшими в мире. Террористическая атака на лайнер с российскими туристами, сбитый бомбардировщик, ухудшение отношений с Турцией. Как будет жить страна в новых условиях? Андрей Чумаков продолжит. 22-е в истории страны и 12-е в личной биографии президентское послание Владимир Путин начинает со слов благодарности российским военным, которые борются с международным терроризмом. В зале присутствуют вдовы героя России, летчика Олега Пешкова и кавалера в Ордена мужества морского пехотинца Александра Позыныча. Низкий поклон вам и родителям наших героев, сказал Путин. Минута молчания. А затем президент цитирует историка Карамзина. Кто сам себя не уважает, того без сомнения и другие уважать не будут. Не говорю, что любовь к отечеству должна ослеплять нас и уверять, что мы в всех и во всем лучше, но русский должен знать свою цену. Конец цитаты. В основе наших действий прежде всего будет ответственность перед своей страной и перед своим народом. Мы не собираемся и не будем прятать оружием. Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще раз, не еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Отбросить все расхождения и объединиться в кулак. Эта фраза красной нитью прошла через все выступление Путина. Она не только о борьбе с терроризмом и решении внешних проблем, но и о внутренней экономике. Ситуация в стране сложная, но не критичная, говорит президент. И не время сидеть сложа руки. Ждать, когда ресурсы закончатся, а экономика застынет на отметке ноль. Алгоритм действий прост – идти вперед. По основным ключевым вопросам. Это стимулирование успешных предприятий промышленности, сельского хозяйства, компаний малого и среднего бизнеса. Предпринимателям необходимо больше свободы и свежего воздуха, меньше контроля и налоги на прежнем уровне. От этого зависит деловой климат в стране. Опросы показывают, что предприниматели пока не видят качественных подвижек в деятельности контрольных и надзорных ведомств. Целая армия контролёров по-прежнему мешает работать в добросовестном бизнесе. Это не значит, что контролировать не нужно. Конечно, надо контролировать. Но я прошу правительственную комиссию по административной реформе совместно с деловыми объединениями представить до 1 июля 2016 года конкретные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контроля надзорных органов. Что касается импортозамещения. Инвесторам, готовым вкладывать средства, обеспечат стабильные условия, в том числе по налогам. Регионы получат право снижать до нуля налоговую ставку на прибыль. Это поможет покрыть затраты на создание производств. К 2020 году нужно полностью обеспечить страну отечественным продуктом и строить новые школы и детские сады. Воспитание и образование детей в приоритете. За три года в стране увеличилась рождаемость. Во многом благодаря программе «Материнский капитал». Ее продлят еще на два года, до 2018-го. Дала свои плоды и политика в области здравоохранения. Удалось существенно нарастить объемы высокотехнологичной медицинской помощи. В текущем году было сделано 715 сложнейших операций. И впервые в истории страны часть из них провели без очереди. Благодаря комплексу мер, россияне стали жить дольше, более чем на пять лет. Средняя продолжительность жизни в этом году, по предварительным оценкам, составляет 71 год.